Здравствуйте! В эфире программа «День города». Марина Комиссарова на ваших экранах. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Застройка Солочи на повестке дня. Глава региона дал ряд поручений областным министерствам. Не французские ароматы. Жители гор Рощи жалуются на постоянные прорывы канализации. Юные герои. Двое ребят спасли девушку от опасного преступника с ножом. На заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал руководителям областных министерств ряд поручений, а также заслушал отчеты об исполнении поставленных ранее задач. Одной из главных рассматриваемых проблем остается застройка Солочи. У правительства Рязанской области теперь появился свой ютуб-канал. По мнению чиновников, это позволит повысить открытость и информированность населения о деятельности главы региона и исполнительных органов власти. Деятельность органов власти с каждым днем все больше переходит в интернет. Например, на официальном сайте регионального правительства появился специально созданный раздел Солоча. Он создан по вопросу строительства в поселке. На сегодняшний день поступило четыре обращения, которые находятся на рассмотрении. К тому же на одной из них уже подготовлен и размещен ответ. То есть непонятно, откуда такое невнимание к теме. Вроде как было очень жарко, что называется. А сейчас мы активность эту решили вывести на сайт правительства, чтобы реагировать на эти сообщения достаточно быстро. А тут получается как-то активность пропала. Кроме того, ведется работа с администрацией города Рязани по обобщению аналогичных вопросов жителей и размещении в этом разделе информации о градостроительной деятельности. Николай Любимов отметил, что о созданном разделе на сайте важно проинформировать население, поскольку пока количество поступивших обращений небольшое. В ходе заседания особое внимание глава региона уделил контролю за качеством работы с обращениями граждан, в том числе тех, которые поступили в адрес президента Российской Федерации во время прямой линии. Если к президенту обращаются чаще всего, это значит мы с вами не работаем, наши подчиненные не работают. А это очень плохо, на это мы должны быть нацелены, на то, чтобы удовлетворять все вопросы проблемные наших жителей. Николай Любимов дал поручение предоставить план по организации и проведению прямых линий с главой Рязанского региона на 2017-2018 годы. 8 рязанских туристов, пострадавших в аварии на 1244-м километре трассы М4, госпитализированы в районный травмцентр Краснодарского края, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения. В настоящее время жизни пострадавших рязанцев ничего не угрожает. Рязанский Минздрав активно поддерживает связь с властями Краснодарского края по поводу состояния здоровья рязанских пассажиров. В случае необходимости рязанцы будут оперативно транспортированы в лечебные учреждения Рязанского региона. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Рязанской области, возвращавшихся с отдыха в Абхазии, произошло сегодня. По предварительным данным, на участке дороги между поселком Заречным и станцией Ирклиевской, 61-летний водитель коммерческого автобуса превысил скорость и задел дорожное ограждение, в результате чего автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». Жители многоэтажки в Гороще жалуются на частые прорывы канализации. По их словам, из-за постоянных прорывов неприятный запах распространяется по квартирам, а кроме того разрушает фундамент дома. На место выехал Валерий Седов. С первого взгляда дом на улице Островского ничем не примечателен. Высокое и красивое строение. Сразу и не поймешь, какая угроза для жителей здесь таится. Почти каждую неделю здесь прорывают канализацию. Во всем доме стоит ужасный запах, который разносится по всем квартирам. Обычно до 6-7 этажа, если по личности пониматься, чувствуется. Георгий Степанович рассказал, что канализацию прорывает последние три года. И на протяжении всего этого времени городские службы не реагируют должным образом. Приезжают, он почистит, вот колодец почистит, выезжают. А внутри-то они ничего не делают. Вот колодец засорелось, вот они приедут, почистят более-менее, да я опять уезжаю. Когда вызовешь? А так они не ездят на фермер. Жильцы дома неоднократно жаловались в различные инстанции. Правда, толку от этого никакого. Как же не жаловались-то? И сколько раз вызывали, писали, и аварийка, сколько приезжало. И они нам сказали, ждите, пока выскнили. Ждите, пока выскнили. Она никогда не выскнили. Она никогда не выскнили. В сам подвал попасть не так-то просто. Вход в него только через торец дома. Притом с обеих сторон. Но в одном из помещений сантехники обустроили себе комнату отдыха и заперли дверь на ключ, который на руки жильцам не отдают. Они выбрали хорошее помещение, в которое не попадает скопившаяся вода и не доносится запах. А вот с другой стороны дома вход в подвал открыт. Перед нами тот самый злополучный подвал, в котором постоянно прорывает канализацию. Сейчас мы с вами зайдем и узнаем, что там не так. Забыты всеми пылесосы и мешки с мусором. И самое страшное – канализационная труба, которая стоит на двух кирпичах. Неизвестно, кто ее так установил. Запах в подвале стоит ужасный, и находиться там долгое время невозможно. Поэтому мы заглянули в подвал через смотровое окно. Вид поражает. Там скопилось достаточно много воды. Из-за смрада даже стоять рядом с домом невозможно. Управляющая компания заявляет, что в частых засорах канализационных труб виноваты сами жильцы. Поэтому с ними старшая по дому проводит постоянные беседы. А в каждом подъезде развешаны специальные памятки. К сожалению, канализационные трубы – это не единственная проблема у жильцов. С силами жильцами дома на условиях софинансирования управляющей компанией провели строительную экспертизу, которая признала наш дом аварийным. На основании этого жилищная инспекция предоставила акт о том, что проживание в нашем доме представляет угрозу жизни. Мы эти документы направили в министерство ТЭК ЖКХ. Оттуда получили мы с просьбой скорректировать сроки капитального ремонта. У нас он запланирован на 1934-1937 год. Они нам дали ответ, что с 1934 года передвинули нас на 1928 год. Согласно жилищному кодексу, дата капитального ремонта устанавливается, исходя из года постройки дома. Его возвели в 1998 году. И абсолютно не важно, что фундамент разрушается. Правящая компания установила мычки с обратной стороны дома. Там у нас они все расходятся. Говорят о том, что дом разрушается. И даже в квартирах на кухне плиткой выложено, и плитка разрывается. Говорят о том, что идет осадка дома. Никто на это внимание не обращает. Получается, что жильцам разрушающегося дома остается только ждать 11 лет. Хотя, судя по проведенной экспертизе, дом столько не простоит. Ровно месяц назад, 12 июня, все информагентства и соцсети пестрели сообщением о розыске опасного преступника. Фотографии 39-летнего жителя поселка Турлатов размещались всюду. С подписью об особых приметах и просьбой сообщить любую информацию о местонахождении. Мужчину подозревали в совершении убийства и покушении на убийство. Подробности далее. Эта лесополоса довольно оживлена в любое время года. По ней ходят местные жители купаться на пруд и дачники. Здесь рядом расположен дачный кооператив. Однако, несмотря на оживленность, находиться здесь в одиночестве оказалось опасным. Именно по этой посадке шла 23-летняя девушка. Она работала здесь же, на текстильном производстве. И после работы направлялась на собственную дачу, которая располагается неподалеку. Вот только до участка девушка так и не дошла. Примерно посреди пути на нее напал мужчина с ножом. Мотив преступления, как со слов самого обвиняемого нашего, в отношении женщины, которую он убил, это внезапшие возникшие личные неприязненные отношения, ввиду того, что находясь в лесополосе в состоянии алкогольного опьянения, данная женщина увидела его и начала высказывать претензии по данному факту. А в отношении второй женщины, которая осталась, к счастью, жива, мотив преступления – это сокрытие первого преступления. То есть он подумал, когда вышел из лесопосадки после того, как совершил убийство первой женщины, о том, что его действия были замечены посторонним лицом, как раз второй потерпевший, в связи с чем и решил убить ее. Это только потом она узнала, что чуть не погибла из-за того, что преступник решил, будто девушка могла видеть, как он зарезал женщину часом ранее. И наверняка злоумышленник довел бы задуманное до конца. Или же его жертва скончалась бы от кровопотери, если бы не счастливый случай. Именно в те минуты двое местных ребят шли купаться, и путь их лежал как раз через посадку. Мы шли купаться, был относительно теплый день. Мы решили открыть сезон купаний. Мы обычно здесь ходим по тропинке, самая короткая дорога. Мы как обычно шли. Сначала мы услышали вдалеке какие-то крики, мы не поняли, что особо такого. Потом мы видели два силуэты, и уже крики отчетливые. Помогите, девушка кричала. Помогите. Мы рванули без крика, без всего. О, преступник нас или увидел, или услышал. У меня в кармане телефона музыка играла. Или услышал, и рванул вот сюда, в эти кусты, в этом направлении. Мы подбежали, я побежал за ним. Я когда пробежал несколько метров, уже не увидел его, куда он дальше побежал, направился. И я вернулся обратно. Тут мы уже узнали, что у девушки ножевое ранение, кровь шла из левой стороны груди. Испуга, признались, ребята не было. Осознали, насколько серьезной опасности подверглись только потом. Помочь надо человеку. Не просто так же он будет, помогите, кричать. Но мы как-то, не знаю, всякие задние мысли, побежали вперед помогать. Даже мысли не было убежать. Ну да, не знаю, не был страх. Единственный страх был, это то, что он может вернуться. Ну да, когда я здесь один остался, особенно, я, получается, спинок этим кустам находился, когда я держал рану. Я оглядывался, конечно, но все равно, да, присутствовало это ощущение. Ребята, друзья с самого детства, несмотря на юный возраст, сделали все очень грамотно. Вызвали скорую и полицейских, побежали встречать и тех, и других, зажали рану, из которой хлистала кровь тряпкой. И все эти действия стали спасением для девушки. Как они догадались, сориентировались, сообразили, в той ситуации, в которой растеряться мог бы даже взрослый, сами не понимают. Я начал снимать футболку. Мы когда думали сначала, что у нее рука ранен, мы хотели ее как-нибудь перевязать, чтобы кровь более-менее остановить. Оказалось, нет, там оказалась грудь. Данилка уже все понял, что тут нечего перевязывать. Он начал сразу скорую уже вызывать. И тут я остался один, я взял какую-то тряпку из каких-то сумок, просто, не знаю, первопопавшуюся. Взял и начал ее держать рану. Данилка тем временем побежал встречать всю эту скорую. Данила и Вадим получили благодарности Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. На вопрос о будущей профессии Данила пока не дает точного ответа. Он только закончил 10 класс. А вот Вадим уверен, что хочет стать сотрудником ФСБ или работать по профессии в сфере МЧС, которую он сейчас получает в колледже. Преступника задержали спустя некоторое время. В отношении него возбуждено уголовное дело. После того, как был проведен осмотр мест происшествия, проведены первоначальные следственные действия, было установлено, что действительно данным человеком, было установлено лицо, причастное к совершению данных преступлений. По оперативным данным, данное лицо после совершения преступления скрылось в Калужской области, потому что он там был зарегистрирован, и там проживали его близкие родственники. То есть он поехал к близким родственникам. После чего в Калужскую область непосредственно выдвинули сотрудники уголовного розыска, где он был задержан в лесу. То есть он скрывался в лесу в Калужской области. Вину мужчина полностью признает и сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. 23-летняя девушка, по нашим данным, в порядке и уже вышла из реанимации. Сегодня в Рязанском отделении Сбербанка на улице Грибоедова прошла экстренная эвакуация. Это не было связано с учениями. В полицию поступило сообщение о бесхозной сумке. Работа офиса была приостановлена. Сотрудники банка вызвали экстренные службы и незамедлительно провели эвакуацию людей. На месте работали аварийно-спасательная служба, кинологи, скорая и полиция. Сотрудники экстренных служб провели проверку. Естественно, тревога оказалась ложной, а подозрительная сумка, похожая на пакет с мусором. С сегодняшнего дня в силу вступили новые правила перевозки детей в автомобилях. Необходимость внести поправки появилась в связи с увеличением количества пострадавших детей пассажиров авто. О том, что изменилось, расскажет Анна Герцовская. С 12 июля вступили в силу изменения, касающиеся правил перевозки детей. И в этот же день сотрудники госавтоинспекции провели рейды на предмет наличия детских кресел, исполнение правил перевозки юного поколения, в это же время осуществляя профилактическую беседу с автомобилистами. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в транспортных средствах, в том числе грузовых транспортных средствах, конструкции, которые предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу или росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительны. Также должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. То есть у детей от 7 до 12 лет появилась альтернатива. И если они находятся на задних сидениях авто, тогда родители могут обойтись обычным ремнем безопасности, чему рязанцы уже порадовались. Однако детские кресла убирать из машин не спешат. Пока оставлю, но если вдруг мы будем ехать в другой машине, то спокойно пристегну другим ремнем и не буду беспокоиться о том, что у нас возникнут какие-то проблемы. Вот мой такой рослый, в 11 лет он спокойно пристегивается уже обычным ремнем. Если же дети до 12 лет едут на переднем сидении, они все же должны располагаться в машине с помощью детских удерживающих устройств. Эти правила оттачиваются с каждым годом. В первую очередь для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье молодого поколения. И в первую очередь родителям следует думать не о штрафах, а о безопасности. Ведь на дороге и по вине других водителей может произойти все, что угодно. С начала текущего года на территории Рязанской области произошло 104 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 5 человек погибли и 127 травмирований. Эти трагедии произошли именно с детьми. Поэтому производители кресел делают все возможное, чтобы защитить маленьких пассажиров. Родителям остается правильно выбрать удерживающее устройство. И стоит сказать, что пятиточечные ремни безопасности могут удержать малышей весом только до 15 килограммов. Дальше ребенка нужно пристегивать обычным ремнем вместе с креслом. Что касается изменений в правилах дорожного движения, теперь за оставление ребенка возрастом до 7 лет в автомобиле без присмотра виновным грозит штраф в размере 500 рублей. Это насущная проблема, поскольку таких случаев за последнее время по всей стране произошло немало. Малыш, оставшись один в машине, может испугаться, перегреться от сильного солнца и пострадать от нехватки воздуха. Нередки случаи эвакуации авто вместе с младенцами. Так что берегите самое дорогое, что у нас есть, пристегивайте детей и всегда забирайте малышей из машины. Удачи вам на дорогах! Нецелевое использование чиновниками средств, которые выделяют на ремонт дорог, благоустройство улиц, развитие сельского хозяйства, проблема, с которой борются службы и ведомства. Прокуроры практически ежемесячно выявляют в разных районах подобные случаи. Жители Милославского района обратились в прокуратуру с требованием проверки состояния ремонта дорог на улице Дорожной. В рамках проверки работники прокуратуры выявили ряд нарушений. Выяснилось, Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области не предприняло мер для улучшения состояния дороги на данном участке, хотя это было необходимо. После прокурорской проверки Милославский районный суд обязал Минтранспорт устранить все нарушения до конца 2018 года. На ответчика возложена обязанность устранить выявленные нарушения в срок до 31 декабря 2018 года, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения на данном участке как для пешеходов, так и для водителей. Не все спокойно и в Ряжском районе. Прокуратура Ряжского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы администрации Алешинского сельского поселения, о расходовании бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса. Как показала проверка, на одном из земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, отсуществляло строительство 20 индивидуальных домов. Указанное постановление рассмотрено в Ультрину. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Золотые медали и красные дипломы уже вручены. Настало время погон. Лейтенантское звание получили студенты Рязанского государственного радиотехнического университета, окончившие военную кафедру. Об эмоциях ребят расскажет Галина Ершова. Статная выправка и уверенность в глазах. За время обучения молодые люди получили не только востребованную профессию, но и воинское звание. Лейтенантские погоны вручили более 50 выпускникам Рязанского государственного радиотехнического университета. Я этого ждал 6 лет. Я очень рад этому моменту, что спустя такой долгий путь мы наконец-то к этому пришли. Что у нас есть преемственность поколений по военной черте. Мурашки бегут. Мне кажется, я волнуюсь больше, чем сын, потому что пришли уже за час, стоим уже, прогуляли по всему двору. Мне кажется, это волнительнее для нас больше, чем для них. Эмоции просто переполняют. Офицерское звание – это ступень такая в жизни. Мы и учились, и военную кафедру посещали. Потом проходили военные сборы, но в принципе ничего сложного. Все было как надо. За 60 лет своего существования военная кафедра Рязанского государственного радиотехнического университета уже выпустила более 23 тысяч офицеров запаса, специалистов войск связи и специалистов по радиоэлектронному оборудованию войск ПВО. Обучением студентов занимаются кадровые военные. Они передают молодым людям многолетний, в том числе боевой опыт службы и эксплуатации техники. Военные погоны, во-первых, открывают перспективы в военной службе, также дают тебе определенные рекомендации на работе. То есть человек, к которому ты устроишься, твой работодатель будет знать, что ты человек дисциплинированный, ответственный. Выпускники Рязанского государственного радиотехнического университета могут либо продолжить военную карьеру, службы по контракту, либо стать гражданским специалистом, уже имеющим военный билет и не служить в армии. Обучение начинается на втором курсе. Чтобы получить звание лейтенанта запаса, понадобится два с половиной года. Можно выбрать и более простой вариант – пройти обучение по программе «Солдат запаса». По этой программе студент обучается один раз в неделю в течение полутора лет, проходит учебные сборы на базе парашютно-десантного полка и по окончанию получает военный билет с конкретной воинской учетной специальностью. Молодые люди, которые хотят посвятить свою жизнь армии или силовым структурам, могут получить в Рязанском государственном радиотехническом университете военное образование. Для этого на базе вуза работает учебный военный центр – полноценный аналог военного училища. Набор в него ведется уже сейчас. Студент, поступающий в учебный военный центр, он поступает сразу, с первого курса. И на протяжении пяти лет, один раз в неделю, занимается по предметам военной подготовки. И по окончании университета ему присылается офицерское звание лейтенант, командиры частей. Неоднократно выражали благодарность именно нашим выпускникам, именно за их техническую подготовку, за их грамотность и просят еще предоставить. Блестящая офицерская карьера или востребованный гражданский специалист, имеющий военный билет – выбор за вами. Рязанский государственный радиотехнический университет поможет вам эффективно использовать время обучения и получить престижную профессию. «Остановись мгновение!» – взывают поэты. А фотографы без лишних слов мгновения останавливают и фиксируют в вечности самые трогательные, счастливые, прекрасные минуты наших жизней. Профессия фотографа особенную популярность набрала в последние десятилетия. И реализовать себя в этом искусстве стремятся многие. Поэтому сегодняшний праздник – Всемирный день фотографа – касается значительной части населения Земли. В нашем городе, кстати, немало талантливых и самобытных фотохудожников. О некоторых расскажет Роман Дворецков. День фотографа отмечается 12 июля. Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля по старому стилю – День памяти Святой Вероники, покровительницы фотографии. Развитие фотодела имеет огромную историю. В 1826 году француз Жозеф Нисофор Ньепс сделал самую первую в мире фотографию – вид из окна. Она создавалась в 8 часов и была сделана на камеру обскура. С того момента прошло практически 200 лет, и за это время процесс съемки на фотокамеру перетерпел колоссальное изменение. Сейчас каждый может снять все, что угодно и где угодно на свой мобильный телефон. Однако мобильная фотосъемка никак не мешает развитию фотографии, а наоборот позволяет любому познакомиться с ней. Лет 20 назад была такая революция, и стали доступны маленькие фотокамеры. Сейчас они все фотокамеры в телефонах. Я считаю, это очень хорошо. Это никак не повлияло на мир профессиональной фотографии. Это только его развивает и помогает людям, которым недоступна профессиональная техника, дорогая, понять, нравится ли им фотография или не нравится, делает порог входа фотографии намного ниже. За время работы фотографом Константин повидал немало. Начал заниматься фотографией на первом курсе, работал свадебным фотографом и даже участвовал в реалити-шоу в «Объективе». И это далеко не полный список его приключений. Я вообще человек такой немного авантюрный, а так считаю, с собой мой фотоаппарат, то мы попадаем в авантюры вместе. Например, поездка в Чернобыль, она была очень запоминающаяся в том, что и техника с собой, и атмосфера такая непонятная. Ну, просто было даже не то, что страшно, но просто было... да нет, было на самом деле страшно. Без фотографа ни одно мероприятие не обходится. Больше всего в современном мире фотограф востребован на свадьбе. Есть профессионалы, которые специализируются именно на свадебной фотографии. Ведь это далеко не такая простая работа, как кажется на первый взгляд. Честно говоря, свадебный фотограф, как бы казалось, это простая работа. Нажал и сделал снимки. На самом деле нет. Там надо много, знаете, техники именно по как правильно поставить. Не то, что как правильно настроить фотоаппарат сам, еще выбрать правильное место съемки, правильный свет, подобрать, возможно, использовать дополнительные оборудования, отражатели, вспышки и куча-куча всего. Есть множество направлений фотосъемки. Портретная, пейзажная, студийная и много других. Все большую популярность набирает студийная съемка. Но и в ней есть свои трудности. С людьми можно договориться, чтобы они нормально позировали, главное их раскрепостить. А вот с обработкой это интересно, но иногда занимает очень много времени. День фотографа – праздник тех, кто владеет искусством улавливать мгновения жизни, редкие моменты и запечатлевать их в кадре. Снимки порой могут рассказать целые истории о жизнях тех или иных людей. Благодаря фотографиям каждый из нас даже спустя много лет имеет возможность заново пережить все теплые моменты, которые однажды попали в объектив фотокамеры. МЧС снова предупреждает о буре. Ночью и днем 13 июля на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду в отдельных районах Град. Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Находясь дома, закройте окна. Находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска – мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легко возводимые конструкции. Будьте внимательны и осторожны. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, мобильная связь 101. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области 8, код 4912-21-6304. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Караси. 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 Субтитры создавал DimaTorzok